Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня специально сделали командный зум, где ответили на вопросы новичков о том, как вообще, потому что очень много вопросов, что значит, как можно зарабатывать. Все знают, что можно зарабатывать очень хорошо, если ты умеешь приглашать людей, строить свою сеть, но очень редко кому это нравится, и вообще никто не хочет спамить по личкам, как все это представляют, обзванивать своих знакомых, впаривать им какие-то продукты. Никто это не хочет, и в принципе этого и не нужно делать в наше время, когда все знают о такой мощном инструменте, как соцсети, и развиваясь в нем, и используя там команду, именно командный дух и командное построение в данном проекте, в котором мы сейчас зашли, и используя силу этого челленджа, который мы запустили именно на троне и на проекте SuperSage, все можно делать без каких-то там приглашений традиционных, все можно делать просто, спокойно, как бы участвуя в нашем марафоне, и зарабатывать именно очень хорошие деньги, прокачивая себя как лидера мнения, опять же прокачивая себя в соцсетях, и для этого даже там не нужно какие-то знания, какие-то там снимать какие-то навыки, снимать какое-то там супер-видео или еще что-то, все это делается легко и просто, как бы о стратегии расскажет Михаил в данном зуме, и о именно марафоне расскажу я, так в двух словах, чтобы вы понимали, но, как бы, чтобы вы знали, не нужно бояться того, что вы там не сможете кого-то приглашать, приглашать вообще никого не нужно в данный проект, мы запускаем челлендж, где мы все командой будем раскачивать данный проект просто коллективными усилиями, кто-то сможет там лайк поставить, кто-то там репост сделать, кто-то там какое-то там видео там запишет, опять же, все это постепенно, все, никаких там насилия над вами не будет, как многие там предлагают ломать себя, перестраивать, просто все можно делать, если вы в команде с людьми опытными, которые умеют и зарабатывать, и понимают, какие проекты заходить, опять же, безрисковые, ну, которые мы сейчас используем, например, тот же проект SuperSage, он на смарт-контракте, где деньги, минуя всяких админов, сразу приходят к вам на кошелек, то есть не нужно ждать какого-то вывода или боятся того, что админ уйдет с вашими деньгами, куда-нибудь там уедет в теплые страны, как они любят это делать, к тому же, смотрите, все больше уже 273 человека в нашем чате, и давайте посмотрим, уже люди как бы начинают, буквально там пару дней назад мы начали там стартанули, но люди уже начинают зарабатывать, как бы уже хорошие деньги, в принципе, нормальные деньги, я считаю, за несколько дней, и так, друзья, в общем, смотрите, дальше будет запись зума, где все подробно рассказано и показано. Итак, ребят, всем привет, добро пожаловать в SuperSage, это наш следующий проект в нашем портфеле, что хочу вам рассказать о нем. Во-первых, это проект построен, вернее, проект на, децентрализованный проект на смарт-контракте, блокчейн Трон, полный аналог Форсажа, только единственное, что там, ну, два различия. Почему я акцентирую внимание на Форсаже, чуть попозже вам расскажу. Что такое децентрализованное? Это говорится о том, что в проекте нет админов, то есть нет админской кассы. Все финансы, которые распределяются между участниками, вернее, все финансы распределяются между участниками проекта. Нет кассы админов, и они не распределяют потом между вами, между нами и так далее. То есть все подвязано только под нас, да? Смарт-контракт – это умный контракт, который не разорвать, который не выкинуть, который вечен, он будет у вас всегда, с ним ничего не произойдет. Далее. Пройдем. Кабинет. Ну, собственно, вы видите кабинет. Это у каждого участника, который зарегистрируется на 510 трон, да, у них открывается первый стол в S3 и первый стол в S4. Это 520 трон приблизительно будет вам стоить. Ну, и вы сразу обратите внимание, что у меня ID 10505. ID 10505 – это я участник, который зарегистрировался в 10505, да, и сегодня на данный момент уже участника 18 924. Это о чем говорит? Мы вот, допустим, регистрировались в пятницу, если не ошибаюсь, на прошлой неделе. Это говорит о том, что проект очень быстро развивается, с быстрыми темпами, и если вы знаете сам проект Forsage, в нем сейчас более там 800 тысяч участников. То есть это, грубо говоря, что нас ожидает через пару месяцев, тройку месяцев. Так как Forsage стартанул в феврале, если не ошибаюсь, 6 февраля, данный проект стартанул буквально недавно. Он стартанул 28 июля, сейчас у нас август месяц и 18 число, да, там сколько прошло, там 20-22 дня. Вот. И уже почти 20 тысяч участников в проекте. Заработали в проекте уже 61 миллион трон участники. Если это в доллары как эквивалент, то полтора миллиона долларов уже есть в этом проекте. Вы видите у меня также 306 долларов. 306 долларов, они не просто в рабочем столе, они сразу попадают моментально к вам на кошелек. То есть после того, как вы видите, что у вас есть в кабинете та или иная сумма, вы уже можете с уверенностью зайти в свой кошелек и увидеть ту же сумму в своем кошельке. Ну, в моем случае это трон валит. Далее. После того, как вы зарегистрировались и купили себе в S3 стол, соответственно, у вас открываются три площадки. Первая площадка, вернее, три площадки, и каждый участник, который лично ваш приглашенный будет заходить в эту площадку, вы сразу же будете получать ту сумму, которая указана здесь, да, то есть, допустим, 250 трон. Попадает он в первый стол, вы получили 250, второй стол, это уже ваш второй личник, также 250, и третий личник, он будет на реинвест. Что такое реинвест? Это когда у вас тот же стол открывается, а сумма 250 будет уходить выше стоящего. Я так понимаю, ну, понятно, да, насчет S3. Следующее, S4. Тут чуть-чуть сложнее, но, в принципе, тоже просто можно, если вникнуть, понять, как оно идет, все, вы поймете. Первый личник к вам, когда заходит, так, с самого начала, тут 6 столов, 6 столов, и каждый стол, каждый шестой стол тоже идет на реинвест. Первый стол, когда становится ваш личник, он идет выше стоящему прибыль, 250 трон, уходит выше стоящему. Также второй личник уходит тоже выше стоящему, он 250. Следующие столы идут лично к вам. Вот наша, в принципе, стратегия и построена на S4, чтобы каждый участник, который заходит к нам в проект, ну, не рефералил, скажем так. То есть не ходил по личкам, не приглашал к себе и под себя же ставил. То есть ему будет интересно своего личника развивать так же, как и будет интересно приглашенному этому развивать его же. Таким образом мы построили, чтобы мы двигались дальше и зарабатывали каждый из нас ровно, скажем так, равномерно. Ну и понятно, кто активно участвует в проекте, он еще больше будет зарабатывать. Но так или иначе, все, кто в этом проекте, они заработают. Ну и помимо всего прочего, проект только стартанул и рано или поздно тут будет больше 800 тысяч человек. И у нас будет уже большая команда и мы будем двигаться дальше. Дальше. Следующее. У каждого есть своя партнерская ссылка, да, которую можно скопировать и отправить своему партнеру в будущем. Ну и, соответственно, он может к вам зарегистрироваться. Ваш кошелек. Кошелек, который привязан к самому проекту. И, соответственно, когда будут поступать вам деньги, скажем так, на рабочий стол, да, они сразу поступают к вам на кошелек, я уже об этом говорил. Ну и сам адрес смарт-контракта, который можно посмотреть, изучить. В принципе, можно его и открыть. И мы, в принципе, можем увидеть всю информацию, которая нас интересует по этому смарт-контракту. Каждый участник может открыть и посмотреть. Транзакции, пожалуйста. Это сейчас то, что происходит, ребят. Каждую секунду заходят люди. Если вы видите. Так, далее. Сверху. Что у нас сверху? Панели приборов. Тут, получается, мы можем посмотреть свою матрицу, грубо говоря. То есть, допустим, у меня есть три участника подо мной, которые мои лично приглашенные. И я могу с каждого посмотреть, какие у них есть кошельки, ну и, соответственно, что прокуплено, партнеры, какое количество партнеров. В принципе, это понятно. Панель приборов, это мы переходим обратно. Ну и статистика. Что касается маркетинга. Так, кто-то просил, чтобы нарисовать. Потому что оно не совсем понятно. В S4. В S3 мы разобрались? Обратная связь. Алло. Или я сам с собой разговариваю? Да-да. Так, в S3 мы разобрались. В S4. Допустим, это вы. Вы купили стол. Когда у вас лично приглашенный участник покупает стол, он попадает снизу сразу. Это ваш лично приглашенный. После того, как ваш лично приглашенный приглашает, ну, с этого стола вы не получаете, а вышестоящий получает. Они уходят вверх. После того, как ваш лично приглашенный, либо же вы приглашаете под ваш личного приглашенного двух участников, или там одного участника, эти деньги или эти эфиры уходят сразу, уходят сразу вам. Так, если бы я еще умел бы рисовать, было бы вообще здорово. Они сразу уходят к вам. И с этого так же. То есть, ваш лично приглашенный, ему интересно также поставить под собой, под приглашенного, своего уже, два партнера. После того, как он пригласит, поставит, соответственно, также все деньги будут уходить ему. Ну, мы не забываем, есть такое, как переливы сверху, да. Мы не забываем, что есть переливы там снизу, слева, справа, сбоку. Ну, это все есть. И чем больше будет ваш оффлайн, допустим, или вы будете приглашать партнеров, чем больше партнеров вообще, в принципе, будет, тем больше будет переливов. И переливов и сверху, и снизу, и сбоку, и справа. Далее. Мы, помимо всего прочего, еще ведем таблицу. И большая просьба каждого участника, кто активно участвует в проекте, также заводить какую-то подобную таблицу для того, чтобы контролировать своих партнеров снизу. Чтобы им также помогать, как мы помогаем, допустим, своим партнерам, да, которые у нас уже есть в проекте. Если вы видите, что у человека, у партнера вашего, там, недостаточно людей, ну, нет опыта, да, помочь ему надо в любом случае, то есть пригласить под него, либо же, там, как-то договориться, там, поучаствовать в каких-то, там, тех же, там, создать, там, чат, зайти, там, сделать YouTube-канал. Это, кстати, коллега, у него есть марафон отличный. Он вам поможет также с марафонами, там, с YouTube, с чатами мы можем сами помочь. Ну, и так мы будем равномерно все развиваться и строить свою структуру. Да, и мы хотим, помимо всего прочего, чтобы наши партнеры, когда заходят к нам в проект, мы хотим также развивать их и делать лидерам мнение, да, это коллега, он вам объяснит, расскажет, что это такое. Олег? Алло? Олег, ты здесь? Я слушаю, да. Прием. До сих пор слушаешь. Вот, к Олегу, в принципе, можно обратиться, он вам поможет с YouTube-каналом, развивать его. У Олега также есть свой YouTube-канал. Можно кстати. Да, ребята, там как раз сегодня выложил я ссылку в чат, поэтому, как бы, марафона заходите, уже первое задание есть, начинаем выполнять. И давайте серьезно к этому относиться, надо, как бы, очень хорошо все вместе прокачать. И сами понимаете, чем быстрее и активнее мы будем качать, тем быстрее и больше, как мы и заработаем, и больше наша будет команда. К тому же, вы видите, все, как бы, тут стараемся работать, выстраивать каждому, чтобы каждому был и партнер, и все. Ну, тут именно реализуется командная работа, поэтому, ребята, кто, я просто сразу предупреждаю, кто будет отлынивать, кто будет регулярно не выполнять задания, ну, просто будем прощаться с такими друзьями. Вы сами понимаете, зачем подводить, как бы, весь коллектив. Поэтому, ребята, серьезно подходим к заданиям. Да, мы говорим о том, что у нас есть, якобы, пассив, да, но пассив в каком смысле? Вы заходите, смотрите, обучаетесь, вы человек, допустим, который не знает вообще ничего о проекте. Вы заходите, смотрите, заходите те же зумы, узнаете от Олега информацию, узнаете от меня информацию, от лидеров нашего чата, да, если какие-то есть вопросы. Вы начинаете также потихоньку активничать, потихоньку начинаете разбираться в проекте. Вообще, лидер мнения, да, вот о чем говорит Олег, это человек, который, ну, хотя бы должен знать маркетинг проекта, да, маркетинг проекта, чтобы человеку рассказать, который будет приходить к нам уже в команду, и рассказать ему маркетинг, рассказать, что за проект, как в нем можно заработать, как можно его развивать, как вообще, в принципе, что из себя он представляет, да. И таким образом у вас будет выстраиваться уже какая-то своя команда, свои люди, которые будут за вами также идти и развивать ту или иную структуру. Мы это хотим построить, мы хотим это сделать, воплотить, как бы, чтобы мы заходили в тот или иной проект и просто там громили все, да. Мы зашли и сказали, ребят, мы зашли, у нас будет заработок, ну, извините. Миша, давай я сейчас в двух словах просто еще раз скажу, ребята, смотрите, какая у нас цель, вы заходите, да, я понимаю, новички, как бы, мы не заставляем вас там, как в других компаниях, там, бегать по личкам, спамить, там, звонить, там, знакомым, писать списки, там, и просто тащить, там, за волосы, как бы, людей проект. Мы идем по другому пути, мы, как бы, у нас есть возможность, там, мы работали, как бы, по контактам и все, как бы, это мы сейчас хотим реализовать и не хотим, мы уже реализовываем, мы реализуем этот план, когда человек просто заходит новичок, он даже ничего не может и в конце, как бы, он уже становится лидером мнений, у которого прокачаны уже соцсети, у него уже своя команда, к нему сами люди приходят, ему не надо бегать, там, и кого-то приглашать в эти, ну, свои какие-то там проекты. Без разницы, какие-то будут проекты, ну, там, нашего клуба, там, или он сам будет какие-то проекты свои раскачивать, без разницы. Я надеюсь, конечно, все останутся у нас в клубе, но в любом случае вы, в конце концов, станете лидерами мнений, и у вас будут свои прокачанные соцсети. Что вначале, как бы, новичок может сделать? Не надо ему сразу, там, снимать видео, вы можете брать, там, у меня на канале, но вы, как бы, берете и просто выполняете задания. Задания простые будут. Вначале вы просто даже хотя бы начинайте, для чего нужны соцсети, вот первое задание, там, зарегистрироваться в нескольких соцсетях, я там, в список. Для того, чтобы вы вначале и свои соцсети начали прокачивать, и самое важное, вы начали прокачивать тех, кто уже, как бы, создает контент. Ставите лайки, там, под видео, например, там, на ютубе, у тиктоке, там, делайте репосты в своих соцсетях. Тем самым вы уже не халявщики какие-то, вы не, ну, вы работаете каждый на благо команды. Каждый ваш лайк, каждый ваш репост, он продвигает, там, видео, продвигает статьи, продвигает какие-нибудь, там, ролики. И все больше и больше людей начинает приходить, все больше трафика в нашу команду приходит, все больше людей, естественно, в команде, все начинают зарабатывать. Вы, естественно, постепенно начинаете свои, там, соцсети прокачивать, да, я буду показывать, как создавать контент, снимать ролики, писать статьи. Эти, тем более, обучающие видео уже все есть, вам просто нужно будет делать простые элементарные шаги. И когда все будут делать, как бы, а будут делать большинство, естественно, тогда вы представьте, как быстро мы будем и зарабатывать, и строить команду. Ребята, опять же, предупреждаю, шутить никто не будет. Если человек, как бы, ну, потенциально, как бы, не настроен и халявщик, я сразу сказал, что, ребята, ну, не надо, там, нам такие, потому что вся команда будет работать, а кто-то будет сидеть. Я думаю, никому это не понравится. Ничего сложного, опять же, тут нету, надо просто делать простые действия. И вы сами просто увидите, как все больше и больше у вас будут результаты и в деньгах, и в построении команды. В принципе, как бы, сложного ничего я не вижу. Да, да. Есть вопросы у кого-то, ребят? Да, кстати, обратите внимание на то, что мы только зашли, и это было там три дня назад, четыре дня, уже какая-то сумма, в принципе, в 307 долларов, при входе 50 долларов, это за три дня реализуемо у всех. Помимо всего прочего, большая просьба также всех наших лидеров копировать, грубо говоря, да, действия копировать. Если вы будете также участвовать, также приглашать, также строить свою структуру, как и мы, в принципе, у вас те же деньги будут там через какое-то определенное время. Вопросы? Да, и по стратегии, забыл сказать, мы покупаем S3, первую площадку, и в S4 мы три площадки. Ребят, это важно, потому что уже не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, что ребята заходят в проект и покупают в S3 три площадки. Это неправильно. Мы работаем с S4, покупаем только три площадки в S4 и одну площадку в S3. Все. Потом в дальнейшем уже, когда у вас будет реинвест, да, надо будет купить на 500 вторую площадку, что касается S3, это для чего этого делается? Чтобы вы потом не теряли свою прибыль, чтобы они не уходили выше, потому что так или иначе в нижней будут также это делать. И что касается S4 тоже, после того, как вы, у вас будет уже реинвест, если видите, да, вот единичка, это обозначает у меня реинвест, я купил сразу на 2000 четвертую площадку. Вопросы? Не стесняемся. Ребят. У меня вопросов нет? Задавайте вопросы. У меня нет вопросов, я только хочу добавить. Вот, если у нас здесь есть новички или, скажем так, уже партнеры, которые зашли на минимальный вход, ребят, я просто вот являюсь тоже активным партнером, да, вот, и активным участником нашего клуба, да, и вот я просто вам хочу сказать, что сегодня были такие ситуации, что называется упущенная прибыль. А я сейчас покажу, я сейчас покажу. Да, очень жалко девчонок, просто люди стараются, и получается вот такое. Я к чему говорю, что я вас всех призываю. Вы все зашли на минимальный вход, возможно, кто-то, ну, потому что, ну, осторожничает, кто-то там это. Немножечко просто вот обращайте внимание на ваши кошелечки и на тех людей, кто под вами, потому что в любую минуту они могут прокупить столы, и у вас просто произойдет упущенная прибыль. Ну, очень просто жалко, конечно, упускать. Ну, вот, кстати, таблица, всем видно ее? Марин, видно? Да, да. Видно, видно. Вот, я пометил ребят, вот, желтым, это те ребята, которые зашли на минималку. Белые – это те, которые зашли на 55 долларов, а красные – это те ребята, которые уже упустили возможность, то есть перелив прошел мимо них. Вот 12294, к сожалению, упустила возможность заработать, потому что у 16675 прокупилась на 55 долларов. То есть в связи с этим она упустила возможность заработать. Ну, и у нее там как раз и идет минималка, на которую она заходила. Да, ребят, ну, лучше, конечно, заходить по стратегии, минималка-минималка, но там на самом деле копейки. 12 долларов – это, ну, вы будете зарабатывать там с каждым переливом, там, те же там 12 долларов, да, когда вам будет заходить. Ну, может, чуть больше там будет заходить. Там 50 долларов, возможно, через неделю заработаете. Если вы будете на максималку заходить, то, соответственно, будет и выше ваша прибыль. Это учтите. Также и переливы могут быть и сверху. Если будут переливы сверху, вам тоже могут зайти эти деньги, но так как вы не прокупили в S4 500 и 1000, они будут мимо вас проходить. Вот у меня, допустим, Владимир 10922, у него вообще он там, ему очень хорошо, он там уже 150 долларов заработал. У него переливы пошли от меня. Елена тоже вроде бы там неплохо. А, Сергею, вот, Сергею, Сергею, кстати. От меня пошли переливы, и, ну, у него там порядка уже там 200, если я не ошибаюсь, если сейчас открою. Вот, 13954. 13954. Желательно, конечно, на максималку заходить. Мы не просто так об этом говорим. Сейчас зайдем в S4, к нему как раз и глянем. Ну вот. Это переливы сверху к нему пришли, ну и, соответственно, потом уже следующий партнер был, и ему зашли денежки. Так что, ребята, это, ну, мы не рассказываем сказки, оно есть. И совет вам прокупаться. Задавайте вопросы. Вас так много, а вопросов мало. С тем все понятно, идем работать. Правильные слова. Так что, все, что ли? Все уже такие, да, подготовленные. Ну да, единственное, если есть здесь новички, то, пожалуйста, обратитесь к тем, кто вас пригласил, и милости просим на регистрации. Всегда готовы. Да, ребят, вы, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то сомнения или вообще, ну, что-либо, да, спрашивайте у админов, вам все подскажут, расскажут, где какие кошельки сотрудничать, где что, как сделать, где правильно, как правильно. И еще раз повторю, большая просьба, не покупайте в S3. Мы покупаем не в S3, а покупаем в S4. У меня уже два случая было, и, к сожалению, прокупили две площадки дополнительно в S3. Этого не надо делать. Мы не занимаемся рефоводством. Мы хотим построить команду для того, чтобы потом двигаться. У нас, в принципе, так ее называется, криптоклуб. Мы хотим этот клуб расширить, и мы хотим сделать этот клуб большим для того, чтобы в дальнейшем, я же говорю, не только в этом проекте, но и в существовать других проектах какие-то, когда будут хорошие проекты, то есть не те, которые там со скамами, со своими, и ребята потом переходят к нам и жалуются, и потом зарабатывают вместе с нами. В общем, мы хотим построить свой клуб и вместе с вами зарабатывать, ребят. Так что давайте будем все вместе трудиться, работать и зарабатывать. Все услышали, я надеюсь. Конечно, спасибо за Zoom. Спасибо большое за Zoom, да. Идем, идем. Спасибо от ваших вопросов. Ну все, я рад. Я вроде бы кратко, но все ясно вроде бы вам рассказал, объяснил. Разжевался как бы. Разжевал даже. Ну если будут все же вопросы, ребят, я всегда 24 на 7 на связи. Также наши... Ага, кроме субботы-воскресенья. Да, субботы-воскресенья. Извините, ребят, но у меня семья. Там у меня свои боссы. У меня жена с дочкой, они у меня как бы тоже хотят внимания. Так что в будние дни пишите. Буду отвечать на все ваши вопросы. Также у нас есть администрация, также у нас есть Олег, но он редко бывает, конечно, в группе, но он также может вам помочь во всем. Ну ребята также могут обратиться к тем людям, кто их сюда пригласил, к своим оплайнам, и у них уже выяснить вопросы. Если какие-то будут непонятные, они уже к нам обратятся. Да, ребят, те, кто уже зашел к нам в команду, те, кто уже начал развивать свои структуры, пожалуйста, также начинайте развиваться, копируйте нас. Возможно... А, у нас, кстати, есть обучение, есть... Ну это коллегу все. Олег вас обучит, расскажет, что, где, как, почему, где можно... Как можно хорошо создать свой YouTube-канал, чтобы в дальнейшем его развивать. Это все у нас есть в клубе, все это есть... Ну, вам стоит только зарегистрироваться к нам и попасть к нам в клуб. Все. А это всего лишь 510 тонн. 12 долларов. И какие плюшки вы сразу получаете. Так что, ребят, до встречи в чате. Да, все, спасибо. Спасибо. Все, спасибо большое. Пока-пока. Пока, ребята. Пока.